Ни Дюганов не участвовал ни за вой, в борьбе, в восстановлении партии. Ни в окружении никто. Я входил в состав ЦК, 20 зубов. Но ни одного поручения от Дюганова, хотя был близок к нему, не получал. Вытеснение нас было явно сознательным. Я слышал два его выступления в балконе Дома Советов. Выступление критичное, ровкое, эффектное, ну какое-то глубоко абстрактное. А тут меня позвали в оргкомитет КПРФ. КПРФ мало быть иной, если бы приняло в этом участие в съезде, который намечался уже на феврале 92-го года. Тюльфе, то есть РКРП. И СПТ. Еще одна партия была, социалистическая партия трудящихся. Вот здесь у меня сразу вопрос, потому что вопрос вообще дискуссионный в истории коммунистического движения. Но ведь многие тогда члены РКРП, независимо там от руководства, действительно перешли в КПРФ. И с надеждами сделать эту партию лучше. Хотя в итоге мы знаем, что они не достигли тех целей, которые они ставили. В частности, в конце 90-х годов большая группа ученых вышла из КПРФ. КПРФ, в частности, вот упомянутый уже вами Гобазов Иван Аршакович. Там было даже открытое письмо Зюганову. То есть здесь у меня по этому вопросу. А не кажется ли вам, что КПРФ была специально создана сверху, чтобы оттянуть силы из таких настоящих коммунистических революционных партий, ну, как РКРФ? Значит, эта окажемость, это ощущение у вас вполне резонно. Дело в том, что ни Иванов не участвовал ни за борьбе по установлению партии. Ни в окружении никто. И более того, эта партия усердно добивалась исключения всех более-менее заметных актеристов. Я входил в состав ЦК 20 зубов. Но ни одного поручения от Зюганова, хотя был близок к нему, ни от других товарищей от него не получал. Мне было странно это. Подготовка программы, которую я писал сам, тоже шла как-то странно. Он как бы боялся таких кадров. Вытеснение нас было явно сознательным. Но поскольку тут всё перемешается, видите, перемешается и пересекается, это трудно анализировать вот так вот, сходу. Факт остается фактом, что в то время, как уличная демократия спасала КПСС, в это время, вот эти товарищи, которые потом юристы инициаторами её, которые дрожали в кусах. Но прошёл период. Эти месяцы, годы, актер объективный. Ну вот, февраль 93-го года. Я знал, что что-то вроде съезда собрала в Москве РПРП в эти дни, в эти же дни. Она заседает, мы заседали в загородном, в Лязьме, в здании санатория одного. А они заседали где-то в Москве. Ну, так вот. Тючинь приехал на второй день. Но он не проявил тяготение к единству. Поэтому мы позволили вот это аппаратные братья, очень осторожных людей, возобладать. И СПТ, там тоже неплохие были товарищи, хотя многие тяготели, конечно, к либеральным вариантам. Вот эти группы от Пригалин, Ключков, там еще была дама, бывшая, а раньше одним из секретаря Горкома КПСС. Ой, что его фамилия-то я запамятовал. Ну, не важно. Неважно. Вот. В общем, часть участников СССР воздержалась и дала отвод своим кандидатурам. Вот. Моя связь с ними проживалась, потому что они все время присматривались. я вынужден был, однако, выступить в печати уже тогда, когда мне было ясно. Дело идет от страны и греха. Мои публикации появились в октябре 96-го года, когда к моменту Иванов, уже выиграл выбор, отказался от выигрыша, от победы. Он, насколько мне известно, даже не проинформировав членов ЦК, подздравил Ельцина. Да, конечно. Я удивился тому, что он нарушил обычные, обычные формальные каноны ЦК. даже в таких случаях поздравления с победой, допустим, с успехом на выборах делается, голосуется, вносится на заседание безземного ЦК. Этого не было. Он, как бы, поспешил это сделать в частном порядке. Еще до подведения официальных ТО. Кстати, по поводу 90-х годов. Тогда ведь был достаточно мощный протест, который в значительной степени шел под красным флагом. И РКРП в начале 90-х годов собирали еще в 92-м году очень большие уличные митинги, там сотни тысяч человек позже это КПРФ стали делать. Но, тем не менее, этот социалистический потенциал был. К сожалению, сегодня у нас митинги левых сил они собирают сотни. И вопрос такой, как вы считаете, вот в то время была ли возможность совершить, ну, что мы называем, социалистическую революцию? Или время было уже упущено? Ну, время было упущено, ну, конечно, возможность, возможность, я совсем не исключаю. Тем более, что тогда, понимаете, когда мы зачищали уже советы, но размешан уже вот знаете с кем. а там о этом где были самые разные силы. Рабочий состав там был очень маленький. Основной состав был, особенно Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета АСИА, народная депутата. И понятно, Верховного Совета тоже. Вот. Мы зачищали форму Советов от них и существа власти. Нам было важно сохранить хотя бы метро-буратный Совет. Хотя бы это. Забавно, что Ельцин разгромил и расстрелял, ну, конечно, символически Советы, которые поддержали против Верховного Чувства, которые изгнали из власти ППССР. По сути дела так. Он тех же депутатов разгромал. Вот такая штука. и вот. Понимаете, это трудно, конечно. Но Юганов тут повел себя очень гибко. я слышал два его выступления балкона Дома Советов. Выступление критичное, ромкое, эффектное, ну, какое-то глубоко абстрактное, относящееся как бы вообще никому. Это было вот в октябре, в начале октября. Ну вот. Ну, что вы хотите, когда собрались семьи. Значит, числа 21-22-го, первую неделю, по крайней мере, собрался этот порядок. тогда все движения более-менее значимые фиксировались движением на совещаниях, которые были, по-моему, три раза в сутки. Три раза в сутки в этом доме. Да. Ну, обсуждали текущий момент пребывания, детали и так далее. Было предложение сразу вывесить флаг над этим домом. Красный. Да. Предполагалось, дома расширяло, флага расширяло. Ну, помните, красный флаг с синей полосой на древке? Нет. ввел заседание некий Цоколов, кажется, по фамилии, который говорит, ну, а почему нам какой-нибудь другой флаг не повесить? вот мы недавно были в Европейском Союзе, а может, Европейское экономическое сообщество. Поднялся в свое место, зашел к шкафу, вынул оттуда синий флаг. И со звездочкой. Синком звездок. Звезд. Это даже такие предложения там возникали, как-то не верится сейчас, что такое могло вообще возникнуть. Фантастика. Ну, это, наверное, восприняли в штыки там все. Конечно, все выступили против, но добились только одного. На башенке там ввезли три флажка. Значит, одарили все флаг. Потом это пресловутый имперский флаг Александра Второго с черной полотой желтой полотой который произошел 26 лет всего лишь. И красный наш. Все. Но если бы подняли одним только флаг. Показательно тоже, что силы, которые возглавляли это, они-то в красном флаге, я думаю, вряд ли были заинтересованы. То-то и дело. Потому что тогда все было перемешано и коммунисты там не играли ведущей роли. Можно было даже маленькие флажки вывесить, разные, флажки вывесить, большого флага. Даже СССР хорош был для возглавления всего этого. я ушел с этого совещания подробного. Но кто это мне путаться с этой повреждой. То-есть коммунисты в руководстве восстания в 1993-го года они не играли ключевую роль? Ключевая роль была у тех же прожвазных сил. Ну тоже Илья Константинов который у нас был. Что-то вроде секретаря фронта национального спасения. Где он сейчас подвязанец? Националисты его сына по-моему даже где-то в доме он помог даже. Нет Илья Константинов сейчас нет. Он просто в националистическом движении по-моему его сына как раз привлекли к ответственности ну якобы за экстремизм или что-то. Ну да понятно. Вот. Вот так вот. Ну будем сейчас уже постепенно наверное к концу подходить. Собственно сейчас у меня к вам Ну вот Илья Константинов как вы видите я не видел к сожалению сам этой записи А он призывал Он выступил по телевидению и значит расстрел это был на рассвете утречком четвертого события были третьего на Смоленке у нас тут и убитые были люди тоже знаете вот нет не знаю вот А он выступил второго наверное второго по телевидению мне сказали что часов десять вечера смысл такой сидите дома не собирайтесь не уходите и так далее ваше предположение ваше предположение выгляде конечно убедительно — Относительно КПРФ? — Отношение, да, кухольности и КПРФ. Но мне не отдало. Поэтому подтвердить, отрицать это не хочется, подтвердить нечего. — Тут косвенное, конечно, подтверждение. Но вся политика КПРФ, на мой взгляд, во всяком случае, с самого начала, причем здесь даже не после, а вот изначально, она шла именно на то, чтобы сбить вот эту волну протеста, чтобы как-то укрепить буржуазный строй. Ну, это и в 98-м году, в общем-то было, и в 96-м году, и сейчас. — Судя по выступлениям Иванова новоприемного периода, особенно начального периода, ему часто задавался вопрос «А как насчет названия партии?» «Не надо ли ее назвать социал-демократической или противостоящей?» Ну, он отвечал так. Ну, а вообще, к чему люди привыкли? Вот у нас есть московский комсомолец, популярная газета. Что до революции Россия лимиты держала. Это он высказывался не раз, а потом не раз отказывался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова